Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как избавиться от партнера, от зависимых отношений, выкинуть его из головы? Значит, отношения длились в 8 лет. Вот, мне 43 года полных печататр. Вот, значит, смотреть. В первую очередь нужно сказать следующее, что избавиться, выкинуть из головы, забить невозможно. Это часть вас. Это часть вас, это часть вашего опыта жизненного. И, на мой взгляд, относиться к своему опыту, так как вы предлагаете, довольно бесчеловечно, довольно негуманно. И, на мой взгляд, ну, я бы сказал, еще и деструктивно. Я бы сказал, что еще деструктивно, потому что вы пытаетесь, ну, по сути, по сути дела, вы пытаетесь просто от себя оторвать, вот что называется, такой кусок, да, кусок своей личности, вот. На мой взгляд, это не есть хорошо, на мой взгляд, это не есть правильно, на мой взгляд, это не несет вам ничего абсолютно хорошего, вот. И, соответственно, это путь, изначально это путь в никуда, совершенно. Нужно сказать сразу, что в зависимых отношениях человек оказывается не просто так, ввиду определенных своих установок, ввиду определенных своих желаний, ввиду определенных своих потребностей и ввиду определенного восприятия себя. Именно ввиду всего этого человек и оказывается в зависимых отношениях. В этих зависимых отношениях человек пытается получить то, что ему нужно, то есть человек пытается реализовать, пытается достичь, пытается почувствовать вот то, что ему нужно, то есть то, что он хочет. И если мы говорим о том, что вы не можете выкинуть человека из головы, то есть иными словами, вы о нём всё время думаете, вы постоянно о нём думаете и так далее, то мы говорим о том, что вы тяготеете к определённому состоянию с ним. И то, что вы хотите этого состояния, то, что вы хотите почувствовать это состояние, то, что вы хотите ощутить это состояние, то, что вы хотите почувствовать какие-то эмоции, хотите себя как-то ощутить, например, это абсолютно нормально. Просто форма, через которую вы это делаете, вызывает вопрос. То есть форма, через которую вы пытаетесь это реализовать, форма, через которую вы пытаетесь это получить, форма, через которую вы стараетесь этого достичь, эта форма является деструктивной, потому что эта форма как бы прослойка. То есть, что значит прослойка, да? Прослойка означает, что между вами, между вами и таким вашим состоянием, если угодно, находится другой человек, вот, находится другой человек, и вы здесь, получается, от этого человека становитесь зависимым. вот, всё, на мой взгляд, заключается основная характеристика зависимости. Что вы хотите себя как-то почувствовать, вы хотите себя ощутить, хотите, ну, как-то себя осознавать, ну, допустим, допустим, хотите себя осознавать, да, вот, какой-то, ну, реальности, например, да, вот, и у вас на этом пути находится другой человек, от которого вы зависите, то есть вы зависите от того, что будет этот человек, например, с вами, или нет. И естественно, что когда человек уходит, то есть когда человек выходит из отношений, вам становится тяжело. очень неприятно, больно и так далее. Потому что состояние хочется, в состоянии вынуждаетесь, ну, в этом состоянии, в этом состоянии вынуждаетесь, а сами его почувствовать, получается, не можете. Вот. И таким образом рождается и естественно зависит. Нормально ли это? Да, да, это нормально. Всё, что нужно сделать, это убрать прослойку. Убрать прослойку между вашими потребностями, вот, и другим человеком. На мой взгляд, на мой взгляд, это не так сложно, но требуется, что требует усилий, вот, требует времени, конечно. Потому что на самом деле вы не хотите от этого избавляться, на самом деле. То есть, несмотря на то, что вам плохо, несмотря на то, что вам тяжело, несмотря на то, что вы страдаете, исправляться от этого вы не хотите. Точнее психика вас будет от этого защищать. Она будет защищать вас от того, чтобы вы от этого избавили. Поэтому очень важный вопрос, на который я бы хотел, чтобы вы поискали ответ, да, может быть и так далее. Вот если сейчас, если сейчас сложится такая ситуация, что вы избавитесь об мысли об этом человеке. Ну вот. Сейчас вы избавились от этих мыслей. Что вы будете делать? Как вы будете жить? Как будет устраиваться ваша жизнь, на что вы обратите внимание? Чему вы будете уделять своё время? Чему вы будете ему посвящать своё время? Вот попробуйте ответить себе на этот вопрос. Я думаю, что вы будете несколько затрудняться. Сказать, что вы будете делать. Я думаю, что вы будете несколько затрудняться, и это не случайно. Потому что сейчас вряд ли на данный момент есть что-то для вас интереснее, чем этот человек и ваша зависимость от него. И, соответственно, если ничего интересного нет, то ваша психика будет защищать вас от того, чтобы вы переключились на что-то другое. Ваша психика будет думать, что это угроза. И, опять же, совершенно не случайно она будет так думать. То есть у неё для этого будут все основания для того, чтобы так думать. То есть она будет вас защищать от того, что ей кажется угрозой. То есть вообще говоря, это нормально. Такая реакция это нормально абсолютно. В этом нет чего-то необычного. И, соответственно, в какой-то степени можно говорить о том, что мы будем здесь сталкиваться с сопротивлением. То есть вы будете сопротивляться. И это нормально. Опять же. То есть абсолютно нормально, что вы будете сопротивляться. именно поэтому от зависимости избавляться бесполезно. Вы сами будете, ну, как бы, саботировать себя. То есть вы будете сами саботировать то, что, ну, грубо говоря, хотите. Вот. И поэтому вся работа по избавлению об зависимости в вашем случае и от чего-либо вообще, это ни много ни мало мартышский труд. Поэтому я бы не хотел, пожалуй, чтобы вы этим занимались, чтобы вы тратили на это свое время. Вот. Чтобы вы разочаровывались в этом. На мой взгляд, делать этого не нужно. На мой взгляд, лучше рассмотреть вашу жизнь в целом. Рассмотреть историю вашей жизни. Как вы пришли, например, к тому, что оказались в зависимости, ведь вряд ли вы случайно в этом оказались. Да, я более чем уверен, что вы не случайно в этих отношениях оказались. В конце концов, они, я имею в виду отношения, длились, по вашим словам, восемь лет. Нет, это не было случайно. Помимо этого, любое расставание, это, конечно же, еще и травма. Это психологическая травма. И само по себе расставание тоже необходимо прожить. Эту боль, это сопротивление, этот торг и так далее. То есть, есть определенные, прямо, стадии. И все это, представьте себе, все это нужно прожить. Конечно, лучше делать это с помощью психолога. Вот. Ну, можно и, в принципе, с близким человеком. Человеком, которому вы доверяете, человеком, которому вы считаете достойными этого и так далее. Можно и с ним тоже. Но лучше все же, конечно, с психологом это делать. Вот. Так оно эффективнее. Вот. Значит, в принципе, на этом все. То есть, это основные аспекты, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Вот. И, соответственно, либо вы этим занимаетесь, да? То есть, либо вы занимаетесь психотерапией, либо нет. Вот. А избавляться ни от чего не нужно. Избавление вам ничего не даст. Точнее, избавление не способно избавить. Извините, пожалуйста. За постаптологию некоторую. Заранее прошу за это обращение. Потому что, когда вы говорите про избавление, вы делаете ваши, ну вот, ваши переживания, вы делаете центром своего внимания. Когда вы делаете свои переживания, они не уйдут. Вот. Напротив. Если вы перестанете делать их центром своего внимания. И если вы, ну, научитесь, если вы будете хотя бы просто смотреть на то, что есть в вашей жизни еще, еще помимо, помимо вот этого. Помимо того, что вот вас привозит, помимо того, что вас беспокоит, да? Если вы будете смотреть на то, что еще есть? Что мне еще может быть интересно? Что еще мне нравится? Что еще меня привлекает? Например. Вот. Тогда у вас появится реальный шанс на то, чтобы из этой, ну, из этой ситуации получить какой-то выход. Вот. Вот как-то так. Что вы пытаетесь сделать сейчас? Сейчас вы пытаетесь убрать свою зависимость, при этом оставшись тем же человеком, какой вы были. Но, извините, если вы останетесь тем же человеком, которым вы были, то, кто мешает вам попасть в зависимость опять, снова, по тем же причинам, по которым вы попали в него в первый раз. Согласитесь? Согласитесь? Довольно странно. Вот. Поэтому, я думаю, что не нужно ни от чего избавляться. Конечно, я верю. Я верю в то, что вам больно. Я верю в то, что вам тяжело сейчас. И так далее. Я в это верю. И боль, опять же, поможет унять психолог. Если вы будете работать за специальностью, конечно, боль может уйти и сама, но она будет в таком случае беспокоить вас просто дольше, просто больше. Вот. И вы будете, ну, просто дольше в этом, ну, в этом дольше будете находиться. Находиться просто. Вот. С психологом как-то побыстрее вы сможете начать двигаться вперед. Да. Очень важно работать с сопротивлениями. То есть, очень важно замечать и видеть свои сопротивления. Как я сказал, сопротивления будут. Вот. Без сопротивления. В данном случае никуда. Психика будет защищать свое, ну, свое статус-кво. Так. Так. Так скажем. Вот. Будет пытаться его отстаивать. Вот. Я имею в виду отстаивать статус-кво. Вот. И, соответственно, сами, вы самостоятельно, вы этого не заметите, скорее всего. Просто. Или просто не заметите. Вот. 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 Поэтому вам нужна помощь. В данном случае. Ну, если вы, конечно, хотите, действительно хотите, вот, ну, решить эту проблему. Скажем так. Вот. Вот. Пожалуй, такая, такая история. Вот. А, значит, значит, что хочется сказать, может, как-то, ну, напоследок, да, то, что вы говорите, что вам нужна помощь психолога, но при этом вы называете свое отношение к кармическому. Нет. То есть, уверены ли вы в данном случае, что мы имеем отношение к чему-то кармическому? Вот. Самое второе. Лично мне представляется так, что нет. Лично мне представляется так, что не имеем отношения к чему кармическому. Вот. И если у вас есть какие-то такие мысли по поводу своих отношений, что они у вас такого типа, то, возможно, имеет смысл обратиться к эзотерикам. Вот. Вот. Не к психологам. Вот. Вот. Ну, ответ довольно прост. Дело в том, что психологи исходят из идеи личной ответственности человека за то, что происходит в его жизни. Вот. Вот. То есть, психологи исходят из того, что то, что происходит в моей жизни, это моя личная ответственность. Вот. Вот. А когда мы говорим о кармическом, вот, мы говорим по сути о том, что что-то происходит вне нашей воли. Ну, или помимо нашей воли. То есть, мы на это не влияем. От слова никак. Так. И это, пожалуй, очень важное принципиальное различие в подходе психолога и подходе, ну, например, эзотерика. Ну, допустим. Допустим. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам нужно определиться еще и с этим. Вот с этим аспектом. Ну, по крайней мере, посмотреть на то, как вот я все-таки это вижу. Для себя. Да? Вот. То есть, вижу ли я это в контексте личной ответственности. Вот. Или я это вижу в контексте того, что вот, ну, что что-то со мной случилось. Да? Там кто-то, не знаю, порчи навел там и так далее. Вот. На это очень важно обратить внимание. Вот. Вот. Как-то так. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я надеюсь, что это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Ну, все. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...